Здравствуйте, дорогие юные или не очень любители Нинтендо. В финальном трейлере Tears of the Kingdom был продемонстрирован, возможно, финальный антагонист, Ганандорф, собственной персоной. Это породило новую волну обсуждений и построения теорий о её сюжете. По такому случаю мы решили вспомнить, в каких играх серии он появлялся и какую роль там играл. Ведь в наших соцсетях нас часто спрашивают о Ганан и Ганандорф. Это один и тот же персонаж или разный? Так что сегодня как раз разберёмся. Все его появления мы рассмотрим по хронологии всей серии. Начнём с общего таймлайна, а потом разберём каждый из трёх веток, на которые он разделяется после событий The Legend of Zelda Ocarina of Time. Видео на эту тему у нас, кстати, тоже есть. Перейдите по ссылке в описании и обязательно ознакомьтесь. Заваривайте чай, будет интересно. Ведь вы на канале Нинтендо, а я Александр. Поехали! Ганан – это основной главгад, антагонизм и просто злодей в серии The Legend of Zelda. Поскольку он является воплощением ненависти короля демонов-губителя к тем, кто обладает кровью богини и духом героя. Или, согласно Хайрул Хистория, книги, официально выпущенной Нинтендо и содержащей в том числе и хронологию всей серии. Реинкарнацией самого Демиза, Ганану суждено постоянно перерождаться и стремиться к мировому господству. Ганан обладает Трифорсом Силы, пропитанным сущностью богини Дин. Хоть это всего лишь и часть целого Трифорса священной реликвии, оставленной тремя золотыми богинями – Дин, Нейру и Фарор после создания Хайрула. Но при этом даже часть Трифорса все равно дает Ганану немыслимую силу, что делает его самой опасной угрозой для Хайрула за все время существования этого королевства. И, как говорится в пророчестве, Ганана может одолеть только герой, избранный богинями. Ну и, собственно, следует пояснить разницу между Гананом и Ганандорфом. Ганандорф – человеческая форма Ганана, родом и с пленями Геруда. Далее об этом будет рассказано более подробно в контексте отдельных игр, где он появляется. Гананом же называют демоническую форму Ганандорфа, которую тот обычно обретает в финальной битве с Линконом. Legend of Zelda Skyward Sword Для начала рассмотрим общий таймлайн, который начинается с The Legend of Zelda Skyward Sword. Кстати, недавно мы прошли в его весь на стримах, так что бегом освежать в памяти. Хоть Ганан не присутствует в игре, в ней можно было узнать о его происхождении. Антагонист является воплощением ненависти Дениза, и поэтому он, как и те, кто обладает кровью богини и духом героя, обречен постоянно перерождаться. Ну и конечная цель Ганан остается неизменной – достижение мирового господства. Legend of Zelda Ocarina of Time Спустя множество лет люди узнали о Трифорсе и начали охотиться за ним. Это, увы, обернулось Хайрульской гражданской войной, которая закончилась объединением всех народов королевства под властью королевской семьи за несколько лет до начала событий The Legend of Zelda Ocarina of Time. На верность королю Хайрула присягнула Ганандорф, но он тогда, собственно, был королем Геруда, и его действия привели к тому, что пустыня Геруда оказалась под контролем Хайрула. Но единственной причиной присяги для Ганандорфа послужила возможность свободного перемещения по стране. На протяжении первой половины Ocarina of Time Ганандорф пытается завоевать Хайрул и заполучить Трифорс. Реликвия в то время находится в священном царстве, запертом за дверью времени. Чтобы открыть ее, Ганандорф искал три духовных камня, принадлежащих трем разным народам – Горанам, Коркери и Зора. После отказа отдать ему реликвии, он наказывает каждый из народов, завалив вход в пещере Додонга, отравив дерево Деку и лорда Джабу-Джабу. Когда Линк, несмотря на препятствия, созданные Ганандорфом, собрал все три камня и открыл дверь Священное Царство, где находился Трифорс, колдун тайно проследовал за ним. Поскольку Линк был еще слишком юн и слаб, он отправился в Семилетний Сон. А Ганандорф частично осуществил свой план. Да, он завладел Трифорсом, но тот распался на три части, и в итоге у короля Геруда остался лишь Трифорс Силы. А Трифорс Мудрости и Мужества достались Зельде и Линку. Все эти семь лет Ганандорф ждал, когда, наконец, владельцы оставшихся двух частей Трифорса выдадут себя. Вскоре после освобождения пяти мудрецов, Зельда раскрывается, и Геруда тут же похищает ее, чтобы заманить в свой замок еще и Линка. После своего поражения в битве с героем, он использует Трифорс Силы, превращается в свою демоническую форму Ганана, но Линк побеждает его и во второй раз. В итоге Ганандорф оказывается запечатан в царстве зла, где он не может повредить Хайрулу и добраться до Трифорса. После событий Окарины таймлайн Зельды разделяется на три независимые друг от друга ветки. Эра взрослого, эра ребенка и эра упадка. В эре упадка Линк терпит поражение в битве с Гананом, и тот собирает полный Трифорс, забрав части у Линка и Зельды. Из последних сил семь мудрецов Зельды во главе запечатывают Ганана с Трифорсом в священном царстве, которое превратилось в царство зла. В эре ребенка Линк, вернувшийся назад во времени, предупреждает королевскую семью о планах Ганандорфа. Тем самым, предотвращая его предательство и захват Хайрула. В эре взрослого Линк победил Ганана, которого вскоре запечатали в священном царстве вместе с Трифорсом Силы. И исчез из Харула после того, как вернулся во времени на семь лет назад. Трифорс мудрости остался у Зельды, а Трифорс мужества из-за путешествия Линка назад во времени разбился на восемь частей. Эра упадка. The Legend of Zelda A Link to the Past A Link to the Past по сути представляет собой альтернативную версию событий Ocarina of Time. Когда Ганандорф обнаружил утерянное знание о том, как получить доступ к священному царству, где находится Трифорс, он убил всех своих помощников, чтобы стать единоличным владельцем реликвии. Когда он наконец добирается до Трифорса, священное царство превращается в царство зла, а сам Ганандорф в кабаноподобного демона Ганана. Вскоре в ходе битвы с рыцарями Хайрула Ганана заключили в царстве зла, вход в который был запечатан мудрецами. Спустя множество лет Ганан использует колдуна Аганима, чтобы сбежать из царства зла. Маг, пользуясь заработанным доверием короля Хайрула, захватывает власть над королевством и помогает Ганану сбежать из заключения, отправив в царство зла семерых служанок, потомков мудрецов. Это разрушает печать и позволяет Ганану нанести разрушение в мир света. После спасения всех семи служанок в царстве зла, куда его отправил Аганим, Линк сначала побеждает колдуна, а потом и самого Ганана в пирамиде силы. The Legend of Zelda Link's Awakening Ганан не появляется в Линкс Эвакенинг в своем обычном виде. Однако, во время финальной битвы босс принимает формы различных противников из прошлого Линка. Среди которых есть и Ганан в форме Аганима из Link to the Past. Он точно так же в своих атаках использует трезубец и летучих мышей. В общей концовке Oracle of Seasons и Oracle of Ages раскрывается, что все события произошли из-за ведьм Твинрова, пытавшихся возродить Ганана с помощью темного обряда. Ритуал требует зажжения трех огней. Огня разрушения, огня печали и огня отчаяния. Ведьмы хотели пожертвовать принцессой Зельдой для завершения ритуала. Но, поскольку вмешался Линк, им пришлось пожертвовать собой для возрождения Ганана. Из-за того, что ритуал не был закончен как нужно, Ганан превратился в безмозглого зверя, которого Линк без особых проблем смог одолеть. В Link Between Worlds колдун Юга, заключив каждого из семи мудрецов в портреты, возрождает Ганана из тьмы, где он был запечатан после своего очередного поражения и объединяется с ним. Но Юга Ганана останавливает Хильда, версия Зельды из параллельной реальности, откуда и пришел Юга. Она отправляет Линка пробудить семерых мудрецов и получить трифорс мужества. Когда Линк возвращается, Хильда призывает Юга Ганана, чтобы он сразился с Линком и она получила от него трифорс мужества. Но он оказывается уже побежден. Тогда Хильда просит у него трифорс силы, но он превращает принцессу в картину, забрав у нее трифорс мудрости. В результате Ганан все равно терпит поражение в бою с Линком, хотя его душа все равно выживает. Несмотря на то, что The Link Between Worlds и Юга Ганан был уничтожен Линком, The Legend of Zelda он каким-то образом возрождается, хотя и с потерей разума. Возглавив вторжение в Малый Хайрул, он умудряется заполучить трифорс силы. Чтобы ему не достался и трифорс мудрости, Зельда разделяет реликвию на 8 частей, спрятав их по всему Хайрулу и отправив свою служанку Импу искать помощь. Ганан захватывает Зельду в плен и отправляет своих помощников найти Импу, но ее спасает Линк, который вскоре отправляется искать части трифорса мудрости. После сбора всех частей он отправляется на битву с Гананом и побеждает его, освобождая трифорс силы. За множество лет до начала событий как The Legend of Zelda так и Adventure of the Link последователь Ганана, известный как Волшебник, пытался вычислить местонахождение трифорса мудрости, манипулируя принцессой Хайрула. Волшебник умирает, наложив заклинания на принцессу Зельду и отправив ее в сон в отместку за то, что она не раскрыла ему местонахождение трифорса мудрости. В финальном сценарии, в котором Линк умирает во время своего приключения, армия Ганана смогла окропить пепел его кровью, но физический антагонизм появляется только на экране Game Over. Теперь разберем Эру Ребенка. В ней, напомним, Линк вернулся в прошлое и предупредил принцессу о планах Ганандорфа. Его истинные планы были раскрыты и мудрецы приговорили его к казни. Ничего такие мудрецы себе, да? Им удалось серьезно ранить короля Геруда, пронзив его насквозь мечом шести мудрецов. Но в этот момент активировался трифорс силой, из-за чего Ганандорфа не удалось убить. Используя силу реликвий, ему даже удается порвать цепи и убить мудреца воды. Не придумав ничего лучше, мудрецы открывают врата в Сумеречное Царство и отправляют туда Ганандорфа. Там он быстро восстанавливается, используя затяжную боль и ненависть Твили, народа, проживающего в Сумеречном Царстве. Также колдун воздействует на Занто, Твили, которому было отказано троне Сумеречного Царства, чтобы он захватил Хайрул. В обмен на возможность вернуться в Хайрул, Ганандорф дарует Занто часть своей силы. После того, как Линк побеждает Занто, они встречаются с Ганандорфом только в финале игры, в замке Хайрул. Во время финальной битвы он использует тело Зельды, чтобы Линк не смог навредить ей и, следовательно, победить. Но после этого Ганандорф превращается в свою звериную форму Ганана и Линк, используя его слепую яркость, убивает его, вонзив меч в рану, оставленную еще мудрецами во время казни. После попытки Мидны победить ослабевшего Ганандорфа с помощью слившихся теней, Зельда и Линк вместе побеждают короля Геруда, снова вонзив меч в его открытую рану. Трифорс силы полностью исчезает с его руки, а Ганандорфа посещает видение, как у Занто ломается шея. Это символизирует конец Ганандорфа в Твайлет Принцесс. Спустя сотни лет после событий Твайлет Принцесс Ганан переродился в Форсвордс Эдвенчур. И да, это то самое исключение из его многочисленных возвращений. В этой игре он был просто пустынным кочевником, которого изгнали из племени Геруда за то, что он нарушил запрет и исследовал пустынную пирамиду в целях погрузить Хайрул во тьму. Оттуда он украл Трезубец и Темное Зеркало. Их он использовал для того, чтобы обмануть Линка и его руками освободить Ваати, мага Ветра, который раньше принадлежал короду Минишей. Чтобы отследить рыцарей Хайрула и превратить их в демонов, он использует силу Трезубца, а затем открывает врата в Царство Зла. Также он поглощает и силу служанок. Линк сталкивается с Гананом в финале игры, после битвы с Ваати. После того, как Зельда ранит его стрелами света, Ганан становится новым заключенным Меча Четырех. Теперь перейдем к последней из трех веток таймлайна – Эре Взрослого. В нем, напоминаю, Линк победил Ганана, но после возвращения назад во времени героя больше никто не видел. Задолго до событий Виндволкер, но еще до событий Оcarina of Time Ганандорф смог сломать печать и снова посеять хаос в Хайруле, полностью захватив королевство. Поэтому жителям пришлось помолиться золотым богиням, которые затопили Хайрул. Но, выбравшись из водного плена, Ганандорф не оставил своих планов и начал восстанавливать свою армию. Все еще желая заполучить Трифорс, он отправляет одного из своих слуг короля Хелмарока на поиски принцессы Зельды, которая обладает Трифорсом Мудрости. Также император Темного Царства, как его прозвали в этой части, отправляет еще двоих своих слуг Джалхалу и Малгёру на убийство мудрецов земли и ветра Ларуто и Фадо, чтобы у Мастер Меча не было сил отражать злобу, из-за чего герой и отправляется ее искать. После того, как Ганандорф выбрасывает героя в океан из своей покинутой крепости, тот находит Мастер Меч, к тому моменту уже ослабленный смертями двух мудрецов. Но поскольку Линк об этом не знал, он вынимает меч, тем самым устраняя последний барьер, сдерживающий силу Ганандорфа. После того, как Линк собирает все восемь частей Трифорса Мужества, напомню, что он разбился из-за путешествия Линка во времени в финале Окарина Офтайм и восстанавливает силу Мастер Меча, становясь Героем Ветров. Он во второй раз встречается с Ганандорфом в его башне, находящейся под водой. Там Император раскрывает герою свои мотивы. Как и в Окарине, Ганандорф родом из Геруда, племени, проживающем в бесплодной пустыне. Увидев зеленые равнины Хайрула, он захотел добиться такого же процветания и для своего народа. В финале Ганандорф собирает полный Трифорс, забрав части мудрости и мужества у Линка и Зельды. Но когда он уже готов загадать желание у реликвии, последний король Хайрула успевает коснуться ее первым и загадывает, чтобы Хайрул навсегда смыло с лица земли. В этот момент Линк пробуждается и с помощью Зельды убивает Ганандорфа, вонзив мастер-меч ему в лоб и превратив его в камень. В результате Генандорф освобождается от навязчивого желания завладеть Трифорсом и вместе с Хайрулом оказывается навсегда погребен под водой. The Legend of Zelda Phantom Hourglass Поскольку Виндвейкер Генандорф был побежден, в Phantom Hourglass герои его не встречают, но Император дважды появляется в интро-игры, когда он похищает Зельду и во время дуэли с Линком. И теперь наша любимая ботва. Поскольку даже сама Нинтендо еще до конца не определилась с тем, где в таймлайне находится Breath of the Wild, рассмотрим ее отдельно. В ней Ганан появляется в виде бедствия Ганана. Это первобытное зло, которое регулярно появляется в Хайруле. За 10 тысяч лет до события Breath of the Wild Ганан появляется, чтобы опустошить весь мир. Для предотвращения этого Шиика построили армию механических существ, называемых Стражами, чтобы охранять героя и принцессу, а также четырех чудищ, огромные подвижные крепости, которые управлялись чемпионами. С помощью этой армии Ганан был запечатан под замком Хайрул, где он пролежал в бездействии несколько тысячелетий. Теперь переносимся уже на 100 лет до событий Breath of the Wild. Пророк предсказал возвращение Ганана и, надеясь на тот же искот, что и был и у их предков, хайлийцы принялись за раскопки в древних машинах. Новые четыре чемпиона были выбраны от каждого народа, в то время как принцесса Зельда работала над пробуждением своей истинной силы в компании юного рыцаря Линка, который был назначен ей телохранителем. Но, несмотря на все усилия принцессы, она не смогла выполнить свое задание. Спустя буквально несколько минут после того, как Зельда закончила молиться в Источнике Мудрости, бедствие Ганан пробудилось и, ко всеобщему удивлению, подчинило себе всю армию стражей и даже четырех древних чудищ. Королевство пало в считанные минуты, а Линк, пытаясь защитить Зельду, был серьезно ранен и перемещен в фитилище жизни. Принцесса бросила вызов бедствию и на протяжении следующих ста лет сдерживала его в замке Хайрул. Линк находит Ганана в тронном зале замка. После того, как герой вместе с духами чемпионом побеждает бедствие, он превращается в свою звериную форму и Зельда с помощью Линка уничтожает его, хотя потом и признает, что это лишь временно. На данный момент это все появления Ганана в серии Legend of Zelda. В обновленном облике мы его увидим уже совсем скоро The Tears of the Kingdom. Его и в финальном трейлере можно рассмотреть. Да и сама Нинтендо уже официально подтвердила, что это именно Ганандорф. Пока игра не вышла, можете лишь строить теории о том, как он вернется в этот раз. А вы были на канале Нинтендо. До новых встреч!